Итак, дорогие коллеги, на аналитическом чтении по курсу социолингвистика мы с вами познакомимся с текстом Ролана Барта, с его небольшой книгой «Нулевая степень письма». Эта работа вышла в отдельном издании в 1953 году, это была первая его книга, и здесь нужно заметить, что во французской традиции книги могут быть и не особенно объемными, и часто складываются из нескольких эссеев или статей. В этом смысле французская книга издания, в отличие от немецкого или английского, никогда не настаивала на монографичности, и всегда был большой разрыв между академическими диссертациями, которые могут доходить до тысячи страниц, и вот такими вольными селиями построениями, когда книга вполне может состоять из 50-60 страниц, причем довольно крупно, небольшого формата, с какой-нибудь иллюстрацией, то есть выглядит как в чем-то такая почти что научная поэма. В такие книги обычно только входят тексты, до этого опубликованные в прессе, и для которых есть риск, что их забудут вместе со старыми газетами. И действительно, Барт сначала представил всю эту серию в газете «Комба», политически левой газете, то есть «Борьба», и, собственно, это само название, нулевая степень письма, оно отсылает к тогдашней семиотике. Само понятие «нулевая степень» был Виго Брюндель, который говорил о нулевой степени как о нейтральном члене какой-либо оппозиции, как о том, что внутри оппозиции может быть нейтрализовано. Ну, например, там, допустим, слово «люди», оно нейтрализует гендерные различия, все оказываются здесь нейтрализованными. При этом назвать совокупность людей просто мужчинами или женщинами или старшими не получается. Хотя сами по себе можно напомнить, что понятие «люди», оно изначально в индоевропейских языках означало воинов, означало слуг, означало дружину. То есть оно было социально окрашенным, а вовсе не нейтральным. Но в ходе развития языка произошла нейтрализация этого понятия, которое фактически стало прозрачным, освободилось от прежней внутренней формы и стало использоваться как совершенно прозрачным. Главная задача внешне этого текста – это, конечно, полемика с экзистенциализмом, экзистенциализмом Сартра и выдвижение новой парадигмы, которую мы уже отождествляем с постмодернистской парадигмой. То есть смена экзистенциализма к постмодернизму в этом тексте очень ярко проступает. Этот текст, конечно, несет на себе следы тогдашки полемик, прежде всего полемик внутри коммунистического движения во Франции, где значительная была степень доверия Советскому Союзу и сталинизму, в том числе и Сарт этим грешил. И, конечно, Ролан Барт выступает в этом смысле от лица молодых коммунистов, для которых сталинизм как система управления и система освобождения неприемлем. И точно так же, как все критики сталинизма обычно возвращались к раннему Марксу, к ранним коммунистическим принципам, показывая, что та система управления и насилия, которая ассоциировалась со Сталином неприемлемо, как и начальная идея классовой борьбы, точно так же действует и Ролан Барт. Он обращается к истокам романа, обращается к Гегелю как основному источнику Маркса и свой марксизм вписывает внутрь литературной критики. Барт был не первым, кто так поступал с литературным наследием и рассматривал его как основной источник по развитию и кризису буржуазных отношений. В этом смысле таким был, конечно, сам Маркс, который прямо говорил о высокопознавательном ресурсе романа в объяснении глубины буржуазных отношений, как человек входит в экономику, как он в ней работает, каким образом вообще возникает мотивация или участие или признание. То, что не могут объяснить экономические таблицы, но то, что объясняет роман, который является минимальной моделью социального признания или концептуализации социальной активности. Образы романа показывают, как выстраивается сама буржуазная субъективность между другими субъективностями. Пока что говорится о буржуазном романе вообще, какие романы разбираются, я скажу «да». И, соответственно, во многом сам, конечно, Маркс много что цитировал, и Флаберой, и Бальзакой, и вообще следил за современной мобилитристикой. И, конечно, такая теория романа потом поддерживалась многими марксистами, например, Георгием Лукачем. Как роман, как специфический эпос буржуазной эпохи, как то, что создает, собственно, присутствие человека здесь и сейчас. Ну, вот как мы сегодня на лекции сказали, что, например, индоевропейское развлечение, прошедшее в настоящем и будущем времени, когда настоящее, мыслится как момент, а не как длительность, в отличие от неиндоевропейских языков. То есть моментальное настоящее между прошлым и будущим – это, конечно, эффект Энкс. Индоевропейские языки, их первым памятником, в общем-то, социально значимые, в общем-то, социальные модели были егические памятники, которые создали в этом смысле и временное мышление. Точно так же, как роман создает и вот мышление социальное. И этому как раз посвящена нулевая степень письма Ролана Барта, где он выясняет вопрос в том, что же следует из буржуазности романа. Следует ли, что роман тем самым создает идеологию, и письмо в этом смысле всегда идеологичное. Либо же, что возможно достичь нулевой степени письма, которое позволит критиковать мифологизированность и идеологизированность всякого привычного письма. В этом смысле он делает то же самое дело, что и в мифологии. Но если в мифологиях он рассматривал, как устроены мифы повсенебности, то есть мифы массового сознания, выражающиеся с помощью разных медиа, журналы иллюстрированные, телевидение, радио и других, причем и медиа только начинавшиеся. В нулевой степени письма он имеет в виду тех, кто читает литературу и тех, кто в ней участвует. То есть те, что за производство идеологии, отвечают, в общем-то, литерат. И в этом смысле, если в мифологиях он говорит о потребителях идеологии, то в нулевой степени письма о производителях идеологии. Здесь нужно помнить, что сейчас нам очень трудно представить, потому что литература для нас часто воспринимается как маргинальная область в сравнении с другими областями культурного производства. Даже в сравнении с компьютерными играми, допустим, с кинематографом. В то время как во времена Ролана Барта литература удерживала свою позицию. И более того, философ вроде Сарфера, с которым Барт постоянно спорит в этой книжке скрыто, он, конечно, будучи философом, отождествлял себя с литератором. Ну, здесь можно вспомнить, что Ленин тоже в одной из анфер, точнее, профессии указал литератор. Ну, потому что понятно, что указывать революционную деятельность или юридическую он по разным причинам не мог. А вот литератор – это такое универсальное обозначение, получается, человека, работающего в области идеологии и создающего свою идеологию. То есть литература поневоле влечет за собой идеологию. И вот как в нулевой степени письма Ролан Барт смотрит на идеологическое созидание не со стороны потребления, как мифологика, а со стороны производства. Он говорит, что в обведении он ставит вопрос о том, чем собственно становится буржуазная литература. Он прямо говорит о том, что письмо, как таковое литературное письмо, оно не является нейтральной фиксацией, оно является таким же налаженным производством, как, например, промышленное производство капиталистической эпохи. Роман в этом смысле является и продуктом, и инструкцией по производству идеологических продуктов. При этом писатель в буржуазной эпохи вовсе не является идеологом в таком чистом смысле. В отличие от, например, ранних романтиков, которые считали, что с помощью письма они изменят мир к лучшему. Писатель, например, середина инновационного середины XIX века, как пишет Барт во введении, перестал быть носителем универсальной истины и превратился в носителем несчастного сознания. Напомню, это один из ключевых терминов феноменологии духа Гегеля, из которого во многом вырос сатфорский экзистенциализм. Несчастное сознание, то есть сознание, разочаровавшееся в идеалах, то есть определенная степень, которая проходит мировой дух, когда освобождается от прежних форм. И вот согласно Гегелю, мировой дух нас использует как своеобразный марионеток, сам мировой дух, например, разочаровывается в своей прежней форме, а играет он при этом нами, то есть мы начинаем чувствовать себя непреуроченными, что у нас уже нет никаких идеалов, нет никакого сознания себя. И, в общем-то, фактически экзистенциализм в версии Сарта является вот такой абсолютизацией этого несчастного сознания, ну, приправленной, конечно, бытием евреев Хайдегера. Вот это же главная тезис Сарта, что мы брошены в мир, выброшены в мир, а не присутствуя в нем, что мы оказываемся в ситуации такой заведомого несчастья и неопределенности, можем только извлечь какой-то нравственный императив с помощью письма, с помощью фиксации долга, с помощью императива. Это как раз абсолютизация этой гегелевской позиции. И вот цель Барта выведения – показать, что позиция Сарта вовсе не является такой абсолютной философской позиции, а находится в зависимости от позиции Сарта-писателя, Сарта как создателя романов, и Сарта как человека, продолжавшего вполне определенную форму гружуазной милипистики. Так же, как и тезис Сарта о том, что мы должны все равно действовать императивно, несмотря на абсурдность мира, что все равно мы должны действовать в силу определенного долга, в силу определенного способа выстраивания себя, выстраивания своих убеждений. И это, конечно, вот тоже определенная вера в письмо, что мы как бы можем внутренне сказать в себе, какими мы должны быть. У Сарта много об этом есть рассуждений в том же бытии и ничто. Ну, например, у него есть очень интересное понятие, которое меня всегда озадачивает в мобильфон. То есть недобросовестное убеждение, не злая вера, по-разному можно это переводить. То есть это некая социально отмышенная иллюзия, которую человек принимает не просто за правильное решение, а за собственное решение. Как, например, участник штурмовой бригады убежден, что делает правильное дело. То есть вот это неправильное убеждение, которое, собственно, оно не может быть, по мнению Сарта, раскритикованное, исходя из каких-либо, в общем-то, аргументов привычных, логических, привычной аргументации. То есть человек будет отвечать, что это полностью соответствует его совести и полностью соответствует совести других, с кем он общается, с какими же штурмовиками. Вот. И тем самым никакие аргументы, они работать здесь не будут. И единственное, что можно этому шагу поставить, это вот добросовестное убеждение, то есть вера в то, что мир абсурден. И наше любое действие может привести к какому-то еще большему злу. Следовательно, наша задача состоит в том, чтобы не делать зла. Ну, сарстовский подход, конечно, Барта по целому ряду причин не устраивал. И он прямо говорит о том, что, собственно, чем становится на самом деле роман вот где-то в середине XIX века. Что он фактически разрушает классическое письмо, ну, то есть письмо, в котором мы точно знали вообще, которое назначало каждому свою роль. Что вот этот герой развивается так-то, что этот герой воплощает в себе какие-то качества. То есть письмо, которое прямо задавало диспозицию, что в какой-то момент это письмо распадается. Хотя это письмо, нужно заметить, долгое время именно создавало привлекательность. Собственно, это эффект исторического романа, про что он рассказывает о людях далекого прошлого, их неудримленных или мушкетерах. Но при этом помещаетесь вполне в контекст буржуазных, взаимных обязанностей, например, взаимовыручки, каких-то там, не знаю, товарищеского какого-то и так далее. То, чего вполне совершенно не могло быть, например, среди исторических мушкетеров, которые просто были там наемными, в общем-то, наемными убийцами, так скажем. И как раз писатель, помещая героев в совершенно буржуазное производство, он, собственно, и делал обесцельник. Но вот как раз литература, собственно, в какой-то момент начинается распад, и литература становится привлекательной в другом смысле. Что она начинает привлекать как некая завораживающая форма, как нечто неизвестное. И это очень хорошо как раз видно, так сказать, допустим, по изменению. Отсюда следственная литературная форма как объекта дала возможность вызывать в себе эссоциальное ощущение, собреженное с глубинной сущностью всякого объекта, ощущение чудости, родственности, отвращения, приязни, обыкновенности, ненависти. И это очень хорошо видно по изменению, например, любого героини, которая, например, в романе начала XIX века, понятно, дана через оптику мужчины, то есть через оптику, собственно, как объект желания, вполне определенный, с вполне определенными, так сказать, характеристиками внутри буржуазного распределения труда. А вот, например, в романе где-то там с середины XIX века появляется вот такой вот смутный образ, такого вот не знаю что, какого-то вот как неведомого шедевра вот у Бальзака там, и писать вот эту самую прекрасную женщину, или, в результате, начать писать атмосферу, ауру, которая ее окружает, или, в результате, там, на холсте, как вы помните, в этом художнике, остается вот эта бедеминовская аура, то есть этот воздух, который ее окружает в ее фрекальности, а всякие ее свойства, они уходят, то есть аура по бедеминам как раз пока и остается. И вот такие как бы ауротические героини, они появляются везде, такие вот, собственно, плавающие, непонятные, вонящие такие, то, что потом в литературе XX века уже стало пародироваться, как там, значит, молит Джойса там, это плавалит у Набокова, это такие пародии, очень жесткие на вот таких вот загадочных героинах. То есть это даже было до того, что сразу стало это пародией. И вот как раз дальше он говорит, что весь XIX век был таким отвердением формы, то есть превращение романа вот в такую вот как бы манящую форму, что форма, так сказать, она и должна, так сказать, выглядеть и блестящей, чтобы поддерживать статус писателя, и современной, чтобы привлечь читателя. То есть роман превращается из такого вот вроде бы некоторой программной вещи, которая задает определенные правила поведения, вот в такой фантом, где вдруг действительно сходятся все идеологии, идеологические убеждения читателей, каким роман должен быть, и идеологические убеждения писателя, как нужно делать роман. И вот то, что он называет отвердеванием письма, это, собственно, и есть вот это превращение романа в область, так сказать, схождения идеологического производства и идеологического потребления. Этому он стремится противопоставить нулевую степень письма. То есть некоторое письмо, он приводит примеры, как, собственно, разного рода вариантов абсурдизма, Камю, Боншоке, Роли, Кино, то есть это, в котором уже как бы раскол буржуазного сознания, раскол между производством и потреблением достигнет уже, так сказать, предела, будет доведен в абсурд. Нулевая степень письма, она, как вы видите, может быть и в таком вот вроде бы социально-политическом абсурде, как у Камю, в постороннем, который обычно рассматривает как такую большую притчу, и в чистом таком игровом абсурде, как в случае Рамона Кино, который упомянут тоже в конце введений. И здесь нужно немножко сказать, что это за литература, которая производит критику. И действительно, например, с Рамона Кино, например, я в своей книжке «Постмодерн культуры» зачитываю историю французского постмодерна. Это вот писатель, который в 1947, по-моему, году, например, напечатал книжку под названием «Упражнения в стиле», где рассказывается простой бытовой анекдот про поездку человека в автобусе, а потом этот анекдот пересказан 92-мя стилями в виде сонета, александрского стиха, математической задачи. То есть целью является такая эмансипация стиля, то есть показать, что стиль на самом деле не прибавляет никакой информации, а является исключительно продолжением тела писателя, в чем и настаивает Барт. Собственно, дальше в первой части, в основной идее, собственно, в первой части выяснения вопроса, что такое письмо, это как раз постоянное обсуждение того, что письмо, оно всегда является некоторого рода мига таким вот машиной вовлечения идеологии, машиной, которая вбирает в себя идеологию, в то время как стиль является продолжением тела. Стиль, как бы ни был изысканный стиль, в нем всегда есть нечто сырья. Стиль – это форма без назначения, его толкает некая сила снизу, он не влечет к себе известный замысел свыше. Стиль – это человеческая мысль в ее вертикальном и обособленном измерении. Он отсылает к биологическому началу в человеке или к его прошлом, но не к истории. Он – природная материя писателя, его богатство и тюрьма, стиль – это его одиночество. То есть стиль – это в этом смысле, это, конечно, такая метакритика Сарта, то есть стремление показать, что то, что Сарта принимал за реальную, за социальную ситуацию человека, на самом деле является всего лишь реализацией его стиля, его некоторой формы, его письма. Что это Сарта переживает свое одиночество, как самодавляющий личностный акт, говорит, что в своем одиночестве она делает настоящий выбор. А на самом деле это, в общем-то, вся эта философия, на самом деле это эффекты стилистического письма Сарта. Это все эффекты стилистики, а вовсе не настоящей философской мысли. И вот как раз это понятие в стиле, оно было у Рамона Кино, которого я обычно писал первым постмодернистом. Вот эти упражнения в стиле, они очень характерны, читайте, они очень смешные. И у Кино есть и другие книги, например, 100 тысяч миллиардов стихотворений. Это не что иное, как всего лишь 10 санетов, но так как можно комбинировать любую строчку с любой, то возможное число комбинаций – это 10 с 14 степень, то есть 100 тысяч миллиардов. Следовательно, вот книга из 10 санетов, содержит 100 тысяч миллиардов стихотворений. То есть здесь тоже он показывает то, что трениться показать, конечно, Ролан Бар, общавшийся с Кино. Ну, вот, а Кино, кстати, был секретарем Александра Коже, известного всем. И, конечно, он из этого абсурдистского гигельянства все чем. Но это большая история, рассказывает Грибин в своих курсах. И вот как раз получается, что дальше Барт пишет. Тайна стиля – это то, о чем помнит само тело писателя. Намекающая сила не зависит от быстроты движения речевого потока, где даже невысказанное становится форма сказок. Сила проявляется в самой оплотненности стиля, ибо под ним прочно и глубоко залегают такие слои реальности, которые абсолютно чужды слов. Эта реальность интенсивно сгущена или мягко разлита во всех его фигур. Стиль оказывается в его роде сверхлитературным действием, в котором человек стоит по пороге всемогущества и магии. То есть это то, что до этого мы воспринимали, как такое, например, лидерство писателя и социалиста, оказывается собственной магией тела. Как человек может очаровать его своими манерами, точно так же он может очаровать своим стилем. И вот как раз кино для него пример разрыва, конечно, что от литературного производства или 100 тысяч миллиардов стихотворений, при этом написанных стилем десяти санетов. И так же он говорит о том, что давно уже произошел разрыв письма, потому что ясно, что между письмом разных французских писателей нет почти ничего общего. Конечно, извне, допустим, мы можем считать, что, допустим, Маларме или Андреа Жит приближат к одному французскому типу литературы, возразовывающему высокую цитатность, игру, допустим, этимологиями, некоторую склонность к мистификации и так далее. Но это скорее, когда мы так будем разбирать, мы скорее будем проектировать некие свои мифологики, сказал Барт, свои представления о французской литературе как изысканные, склонные к ламбурам и так далее, но не собственные художества. И вот, собственно, тогда Барт ставит вопрос, что делают современные писатели, писатели первого половина XX века. Собственно, он говорит, что они проблематизируют письмо, проблематизируют социальное использование форума. То есть все они исходят из того, что никто из них не станет всенародным писателем, ни у кого из них амбиций Дюма, условно говоря, нет. Никто из них не станет, не говорит о том, что они, допустим, могут преподать всем какие-то моральные уроки. Во всяком случае, он, по крайней мере, так работает. Он исходил из того, чтобы все грамотные люди его читали. Он был по производителям, например, массовой литературы. В любом случае, те, о ком говорит Барт, они могли быть более популярными и менее популярными, более востребованными и менее востребованными, но они уже существуют внутри того, что Бурдиог назвал литературным полем с его, собственно, гомологией. Как Бурдиог, в аудитории которого мы с любимым все это сказали, он сказал, что там у них есть определенная гомология. Допустим, там Баларме, там, не знаю, поэты, интеллектуалы, жид, там, не знаю, романисты, там, мистификатор, не знаю, какой-то социальный такой, какой-то критик. Вот, то есть вот это, как бы, гомологии, они бы вышли бы на первый план, а не само производство. И вот как раз, собственно, дальше он говорит, что, собственно, что и объединяет всех этих писателей, это, в общем-то, отрешенное отношение к социальному использованию формы, к ее социальным эффектам, и, соответственно, вопрос о том, как они мыслят литературу, как выбор письма, что письмо превращается в некий способ мыслить литературу, а значит, в способ каким-то образом подойти к, в общем-то, современной социальной ситуации. Возможные для данного писателя виды письма возникают, я читаю все в переводе Георгия Константиновича Косикова, совершенно замечательном, возникают под давлением истории и традиций. Существует история письма, в которой, однако, два лика. В тот самый момент, когда общая история выдвигает или навязывает новую проблематику литературного слова, письмо еще погружено воспоминая своей прошлой жизнью, его слово никогда не бывает безгрешным. Слова обладают вторичной памятью, которая чудесным образом продолжает жить среди новых языковых значений. Письмо – это не что иное, как компромисс между свободой и воспоминанием, это припоминающая себя свобода, остающаяся свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он совершился. То есть письмо – это, получается, определенная концепция истории, которая может быть наивная, может быть критичная, и дальше Баркл раз будет выяснять в такой мере. И это определенный способ присутствовать в современности как более или менее свободный писатель, по крайней мере, создавая хотя бы какую-то видимость свободы. Потому что хотя бы, допустим, читатель будет знать, что я, например, стал читать такого-то, не такого-то, по каким-то и таким-то причинам. Это вот очень важный шаг, потому что здесь рассуждение Бахта, оно очень напоминает рассуждение, конечно, Бахтина о чужом слове, хотя Бахт тогда еще не знал о Бахтине, его позднее перевели на французский. Но это, по видимости, вопрос о чужом слове – это был вопрос тогда, общий вопрос эпохи. То есть сам Бахтин, конечно, писал о чужом слове в 20-е годы, как мыслитель авангардный, как исходивший из того, что слова, в общем-то, существует очень большой разрыв между революционной и послереволюционной. Состояние речи. И, следовательно, любое современное письмо, оно основано на как разозаимствовании чужого слов, о создании нового, такого радикального монтажа, такого авангардного, на основании слов со своей прежней такой дореволюционной историей. Бахт говорит не о монтаже как таковом, а вот об индивидуальном, в общем-то, письмах, об индивидуальном отношении к письму, то есть скорее не о монтаже, а скорее о каком-то перекомпилировании письма, которое одним способом будет у Андрея Жида, или другим, там, у Фердинада Селина. То есть как именно они берут письмо и перемещают его в какой-то другой контекст его осуществления. Теперь письмо, например, говорит о социальном, теперь письмо говорит, допустим, о переживаниях или о чем-то еще такие вот. Вот. Значит, вот. Значит, и вот. То есть такие вот даже не монтажи, значит, а вот. Значит, а какие-то такие, значит, можно сказать, такие гетерологии, то, что термин такой вот дирида там и прочие вот это самое. Допустим, Марк Липовецкий описывал перестроечную литературу как поведение таких вот таких гетерологий, то есть возможность отнестись, например, к старому письму, типа письма Достоевского или Толстого, совсем необычному образом. Вот в этом смысле то, то, что Марк Липовецкий выделяет для литературы перестроечного времени, вот, например, Ролан Барт это выделял вполне для французской литературы в первую половину XX века. Далее он говорит о политическом письме, следующий парадок называется «Политическое письмо», тоже это была изначально одна колонка в комбах, и говорит о том, что по сути дела письмо, оно является, значит, оно отличается от обычной речи, потому что обычная речь, она референт, исчезает перед своим референтом, она просто, речь постоянно движется вперед, мы называем какие-то вещи и сразу забываем после того, как вещи нас. Нам сказали открыть окно, мы открыли окно, и, в общем-то, после этого окно оказывается уже нам не важно, что мы говорим. И вот дальше он как раз говорит о том, что вся речь состоит в этом изнашивающем слов, то есть в постоянном исчезновении, которое как письмо, оно как раз раскрывает изнанку языка. Письмо явлено как некое символическое, обращенное вовнутрь самого себя, преднамеренное, нацеленное на скрытую изнанку языка образования. И, соответственно, что означает эта изнанка языка? Изнанка языка – это как бы место, в котором рождается значение, изначенность, соответственно. Вот, например, если, допустим, в чем разница между, например, обыденной речью и стихотворением, в том, что обыденная речь референтно в стихотворении, это «закрой окно», может оказаться символом, что там несвобода. И окно раскрыть, что жилет. То есть изнанка языка показывает то, какие ценности и значимости возникают прямо вот в самом письме. То есть когда мы что-то зафиксировали на письме, какие именно значимости здесь возникли. При этом, конечно, такая поэзия, в духе, например, процитированной строки Пастернаха, скорее бы, конечно, Бартман была обописена к чему-то близкому на левой степи письма, потому что это то, что освобождается от таких конструкций, обязывающих чему-то, что называется, это ни к чему не призывает, почти лозунга поднести невозможно. В то время как Бартман как раз исходит из французской традиции письма, где как раз все, что угодно, может быть превращено, в лозунг, в девиз, в мораль, в что-либо еще. Вот. И дальше он говорит, что вот почему всякая власть или хотя бы видимость власти всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция, обычно отделяющая факты от его значимости, ценности уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится и средством констатации факта, и его оценкой. Слово превращается в аль, то есть свидетельство об отсутствии на месте преступления, в оправдательный акт. Здесь, конечно, понятно, что речь Бартмаха, речь многих французских теоретиков, достаточно метафорична, но смысл ее как раз звучит легко память. Что когда мы фиктируем что-то на письме, например, какой-то диалог или призыв, то мы перекладываем ответственность с идеологического содержания, с идеологического импульса, который породил этот текст, на содержание самого текста, что сами, допустим, лозунги, как бы их слова форматируют реальность. И это уже, в общем-то, вполне постмодернистские теоретики, исходящие из того, что в отличие от веры модернизма, возможность создать таких идеальных, абсолютных лозунгов, здесь как бы любой лозунг оказывается вот таким вот а. Что, в общем-то, это лозунг. Меня призвал так поступить, а не я. Что это мои принципы, за меня действовали. Это очень хорошо видно, как по детям, как они усваивают лозунги. Или, например, была очень смештая работа Юрия Васильевича Левина, нашего тоже выдающаяся семиотика по советским лозунгам, как они форматируют гор. Где будет слава труду, где слава КПСС, смешнее, что-либо еще. И он показывал, что эти лозунги, это вовсе не просто призывы, поскольку они ни к чему не призывают. То есть это не мотиватор, в чистом виде. Мотивирующие лозунги, может, были в 20-е годы, но не в ходе состоя, которые он написал. Что это не лозунги мотиватора, это именно письмо, в смысле вот этого ненейтрального, ненулевого письма Ролана Барта. Некая партия устанавливает лозунг, и, соответственно, этот лозунг является единственным в описании в реальности. При этом парадоксальным образом, допустим, у этого письма, как вполне, здесь Левин просто, в общем-то, делает прикладную версию Ролана Барта, что у письма этого нет, например, автора такового, и нет адреса. Вы слава КПСС, кто является субъектом, высказывает народ, который послаляет партию. Но тогда это вызывает некий диалог. А лозунг ситуации диалога не подразумевает. То есть это не диалог народа и партии. То есть это некий как бы священный текст, который как бы с небес спустился, который определяет статус КПСС и советской страны. А вовсе не призыв то, что КПСС должна славиться, должна прославляться там и прочее. Точно так же вот такие вот идеологичные, не принадлежат к ненулевой степени письма, и даже наши некоторые бытовые такие клише. Ну, есть известное определение зануды. Человек, который на вопрос, как вы поживаете, начинает подробно рассказывать, как вы поживаете. То есть такой вариант картинки, и как вы поживаете, понятно, что это определенный клише, такое невидимое детьмо, задающее некоторую норму, признание того, что все мы поживаем хорошо. Другое дело, что, конечно, Ролан Барт занимается критикой не бытовых отношений, хотя, конечно, он много уделял внимания, особенно в поздних работах массовой культуры, а вот именно литературное письмо, где, как он говорит, языковое алиби, есть одновременно средство устрашения и средство прославления. Как в лозунге слава КПСС, с одной стороны, содержится смысл, что КПСС всегда славится, но и устрашение, что попробуй не идти в август партии. То есть само это письмо не является совсем нейтральной констатацией чего-либо или нейтральной фиксации. Дальше он, соответственно, как раз приводит примеры того, как раз из Великой Французской революции сначала, про то, как именно письмо оказывается способом форматировать действительность. Значит, что революционное письмо, оно было парадоксально. И здесь нужно заметить, что действительно Барт об этом прямо не говорит. Значит, язык, поражающий сегодня своей напыщенностью, в то время был под стать самой действительностью. Письмо, отмеченное всеми признаками языковой инфляции, было единственное. Точно для своей эпохи никогда еще человеческая речь не была более искусственной и менее фальшивной. Но имеется в виду, что, разумеется, революционная речь, она должна использовать и фактически растрачивать, что называется, огромное количество готовых клещей в духе, там, будем вместе, будем с народом, и так далее. Все это берется часто из речей Церона, но при этом понятно, что это быстро подвергается инфляции, но именно это и является единственным описанием действительности революционной, где действительно вдруг все оказываются вовлечены во что-то, вовлечены в республику, вовлечены в ситуацию такой усиленной коммуникации и постоянной тракты. Как происходят в революционные годы и всегда денежная инфляция от экономического кризиса, как происходят в революционные годы расходных снарядов из гражданской войны, то есть везде происходит перерасход всего, также происходит и перерасход ритургий. Собственно, когда наступает какой-нибудь Дантон и Сен-Жюст, то он говорит на языке Церона, фактически воспроизводя клише, усвоенные на школьной скамье, но при этом именно поскольку об этом с помощью цицероновских клише, он будет говорить о чем угодно и как угодно, то это как бы начинает инфлировать, а с другой стороны эта инфляция сразу начинает распоряжаться жизнями и смерти. Все эти риторические палач делают свое дело, что приводит Барт или какие-то другие, они приводят к тому, что язык, в общем-то, как Барт говорит, язык фашиста или язык диктатора, то язык начинает распоряжаться жизнью. Ну, простой пример, слова друг народа и брак народа и так далее, это уже слова Римской Республики, это вполне определенные юридические понятия, отец отечества, как назывался цицерон, брак народа и так далее, а в революционной Франции эти слова действительно приводят к гильотине, хотя, допустим, в случае цицерона, понятно, имелось в виду, призывы прежде всего к сенаторам, он, собственно, обращался к сенаторам, а не ко всем, не к народу как таковому. Вот, в то время как и этому он противопоставляет как раз письмо эпохи французской революции давало право либо на кровь, либо на моральное оправдание, то есть либо ты враг народа, либо ты друг. Вот, марксистское же лексическое письмо по своему происхождению есть язык познат. Это письмо однозначно и его призвано утвердить внутреннюю монолитность природы. Лексическое единство этого письма позволяет ему дать единообразное объяснение действительности и поддерживать устойчивость метод. С языками политической практики марксистское письмо соприкасается лишь в крайних пределах языковой территории. Революционное письмо отрицает с эмфазой, то есть использованием слова исключительно в эмоциональном значении. Ну, знаете, что такое эмфаза, например, я своими собственными глазами видеть, хотя нельзя видеть чужими собственными шахтами. И вот это типичное эмфатическое выражение. Да. Почему вы сейчас в начале пуссом напоминаете этот текст? Как пример текста довольно интересного, потому что в нем поставлен вопрос о соотношении политических языков, письма, ну и вообще как нужно комментировать. Я это задал в качестве такого тоже нулевого образца для дальнейшего обсуждения. Разумеется, на всех занятиях вы сможете выбирать те тексты, которые вам ближе. все, что дано в пособии, это необязательно. Если вы захотите действительно обсуждать книгу Вали о шимпанзе и так далее, я с не меньшим удовольствием буду делать. Он имеет значение в том смысле, что с ним проще понять некоторые вещи, которые рассказывают о ведминействе или каком-то еще. Вообще о статусе письма, языка и соотношении языка и социальной действительности. Тем более мы затронули, как мы видели Горфинкеля и многие другие имена, которые вам известны. И вот эмфаза это как раз когда слова употребляются не для исключительно выразительности. Эмфаза выразительная для симметризированного употребления слов. Эмфасис, то есть упор и удар. И вот в этом смысле революционное письмо Франции эмфатично. Слово враг народа уже не несет в себе никакого смысла действительно ли человек что-то делает, а это просто означает уничтожить и все, больше ничего. Само письмо наступает как палач. А марксистское письмо он говорит изначально ну или тотично или то-то вы знаете это преуменьшение. То есть когда что-то и он объясняет что каждое слово намекает на целую совокупность. Ну вот как Маркс читает роман. Читает там роман допустим Бальзака. Там выписывается какой-то там Гапсек там я не знаю или кто-то еще. Вроде бы какой-то один час например. но по нему почему-то можно выстроить всю экономику Франции. Более того проникнуть не только в то как устроены банки и так далее но и как устроены мотивации как устроено поведение людей как устроен рациональный выбор. То есть в этом смысле Маркс вполне литератичен. Но проблема говорит он дальше проблема в том как собственно марксизм исказил сталинизм. И собственно в чем здесь нужно заметить что дискуссия о сталинизме тогда очень широко сошли во французской коммунистической партии и в общем на стороне сталинизма скорее советского опыта было большинство и в этом смысле такие интеллектуалы как Барт были в меньшинстве и значит и прежде всего сталинисты ссылались на то что в советской практике действительно марксизм стал действием действительно там учение по Ленину учение Маркса всесильного потому что она верна а Сталину он было перевернуть эту формулу учение Маркса верно потому что она сильна и подкреплено так сказать в форму силы и насилия но как раз Барт ставит целью провести метакритику такого подхода и значит и он дальше говорит о том что как раз в мире сталинизма оппозиции то есть проведение границы между добром и злом друзьями и врагами оно оказывается постоянно как он говорит определение проводящие границы между добром и злом завладевает языком безраздельно больше не существует ценностно безразличных слов и функция письма в конечном счете сводится к тому чтобы сэкономить на судебном процессе коль скоро письмо уничтожает всякий временной зазор между актом именования и актом унесения судебного приговора замкнутый языка оказывается абсолютным ну то есть понятно что если кто-то назван врагом народа то расстрел и выйдет вне зависимости от того какие именно судебные процессы какие именно процедуры будут соблюдаться это некая противоположность тому как допустим сейчас сериал победил такой тип процесс шала то есть сериал в котором политическая тяжба и юридическая тяжба всегда увязана и в конечном счете такой условно говоря право-либеральный концепсус США в этом случае среди зрителей сериалов он привел к тому что процесс шел стал общей моделью для в общем-то очень два сериала и в этом и вот как раз вот этот как раз язык соответственно получается и парт его и оспарив постоянно и он как раз говорит что в этом смысле даже допустим письмо газетное стиль газеты он лучше потому что газета по крайней мере подразумевает определенные процедуры верификации в отличие от какого-либо письма дальше он опять возвращается к роману в параграфе письмо романа где он как раз говорит о том как собственно роман выстраивал определенные социальные принципы принцип оптимизма что в конечном счете например поскольку роман пришел на смену изначально космогонии и историографии то есть космогоническим мифологическим представлениям о мире то роман представляет собой ничто иное как вот такую как он говорит простое прощащее время есть воплощение упорядоченности следует просто точного оптимизма что у людей все было хорошо они жили были появилась счастливая семья там не знаю проходили испытания в конце концов happy end то есть в конечном счете роман был такой машиной по производству социального оптимизма и вот постепенно соответственно и он говорит о том что в чем это в чем же здесь лож это лож поставляющей себя на показ простое прошедшее время очерчивает границу того что следует считать правоподобным она раскрывает образ возможного и тут же указывает на его фальшивость поскольку мы знаем что герои романов нереальны люди то есть в этом смысле это откровенная ложь которую он потом будет называть эффектом реальности часто называют постправды фейками и так далее то есть когда мы отлично понимаем что сообщается нечто ложное но при этом это принимаем потому что это эффект потому что это выглядит как не меньшая реальность чем та реальность в которую мы живем и вот значит и вот роман в этом смысле играет и вот цель внести воображаемый мир формальным свидетельством о его реальности в то же время сохранив за этим знаком двухсмысленно характер двойственного объекта одновременно правдоподобного и ненастоящего вот операция обычная для всего западного искусства которая приравнивает настоящее к ненастоящему а тут не в силу свободности цизма или поэтической неискренности а в силу убеждения что все настоящее несет себе семью и ненастояльности или если угодно на некую сущность способна оплодозволить уже одним тем что она воспроизводится в романах жизни и слоев общества в различной степени отдаленных от данного так и самый выпуск ну то есть роман понятно почему он поддерживает иллюзию в арте сказано громоздкой фразой но это можно проиллюстрировать анекдотом ты в Америку эмигрируешь да а куда в Санта-Барбар там всех знают то есть эффект реальности это эффект твоей посвященности жизнь других слоев общества как некоторую такую продуктивную жизнь как он говорит там цель романа это надев маску тут же указать палец то есть показать что значит это не что иное как характер это обстоятельства и так далее то есть даже наивный читатель романа все равно не литератровед который там пишет о характере обстоятельств все равно наивный читатель роман говорит ой это обстоятельство о куда когда герой попал в Богу, что же дальше с ним будет. В этом смысле эти отличаются от сказки, где тоже есть испытания героев, где тоже есть жилье слоев, как они жили были царицей, хотя эту сказку рассказывают крестьяне, которые были царицей, царицей не видят. Но в них нет другого, нет какового характера. Есть обстоятельства, которые для фольклорного сознания могут быть применены к любым. Вполне жених и невеста или царицей в фольклорных представлениях. И, соответственно, здесь дальше он интересно рассуждает о местоимениях в романе, о том, что есть в романе условное я, то есть условного автора-повествователя, и условного он, то есть условного героя, о чём мы можем признать, допустим, признаём в том числе связность героя и признаём то, что герой рассказывает о себе, оно в какой-то мере достоверно. Вот как раз мы будем в следующий раз обсуждать Бахтина как в том числе интерпретатора Достоевского, где он как раз, собственно, основная идея Бахтина, напомню о полифонии, она, грубо говоря, может быть так обозначена, что обычно у романистов богом является автор, который знает всё о героях, направляет их и так далее, некий всеведущий, всезнающий, и все доверяют авторам. В общем-то, Бахт как раз говорит в основном об этой ситуации в своём как раз нулевой степени письма. А вот как раз Достоевский по Бахтину это примерно то, что нулевая степень письма по Бахту. Там богом являются сами герои. Герой проникает к другому, там Парфирия узнаёт о намеренных раскольников, и Сонечка понимает, как раскольников спасти ещё до того, при том, что она как бы не спасательница там, а пришли только там. Но, тем не менее, как бы все герои выступают как боги по отношению друг к другу, то есть проникают к другим героям, понимают их намерения, то, что в классическом романе может делать только автор. В этом смысле как раз Достоевского, как раз Достоевский в интерпретации Бахтина это примерно то, что в кону интерпретации Барта, то есть это нулевая степень письма. И в любом случае при этом Достоевский, в отличие от того, о чём говорит Барт, он сохраняет в целом такую вот последовательность. То есть, например, мы верим, что раскольников убил старуху, потому что, возможно, например, другая интерпретация, есть такая очень остроумная стихотворение Алмы Горбуновой. Раскольников не убивал старуху, ведь то была обсессия, обман. Раскольников не совершал накрутку, он шёл по кромке своего ума. Одна лишь мысль, пойду убью старуху. Одна лишь мысль, быть может, я убью. А следователь был вообще дубил, он повешивался у него вокруг. И вот это как бы в духе Бортиса там альтернативное прочтение, что у Порфирия Петрович столкнулся с висяком, ясно, что старуху убил какой-то там профессиональный головорез, но нашёл студента шизопреника, внушил ему всю эту идею, что якобы он убил старуху. То есть, вот это как раз в постмодернистском романе такая интерпретация поступления наказания возможна, потому что это возможно в самом каком мире до постмодернистского романа. Вот, и здесь как раз, потому что в постмодернистском романе как раз происходит вот то, о чём рассуждает Борт вот в конце вот этого раздела про письмо романа, где он говорит о Бланшоу, о Кавке. Вот там происходит вот этот момент, я и он. В качестве, собственно, сознания Раскольникова может превратиться в отдельный субъект, со своей историей, со своей темпоральностью и со своим способом перекраивать текст, что к тексту, допустим, своей вины можно добавить текст, воображаемое преступление. И вот, воображаемая постмодернизм, он работает с таким вот прибавлением текста, соответственно, подрывом начального идеологического смысла текста. Вот, и как раз мы обсуждаем этот текст, обсуждаем Ролана Борта именно потому, что действительно мы видим очень многое социолингвистических моментов. Ну, хотя бы, допустим, при сравнении, например, Рима и Французской революции, или при вопросе у читателях романов, как по буржуазному обществу, как таково, что оно и возникает в смысле важное чтение романов. Ну, напомню, есть совершенно замечательная книга Франко Моретти «Буржуа между историей и литературой», очень хорошая, где он как раз с помощью количественных методов поясняет, как литература программировала буржуазный образ жизни. И он там видит два ресурса. Это перерасмысление, секуляризация сакральных техник. Ну, например, слово «комфорт» сначала означало «утешение». Святой Дух называется «комфортер». Потом стало означать «комфорт в кресле». И, собственно, буржуазность как религия. Здесь он, конечно, опирается статью Вальтера Бенниевин, капитализм как религия. И второй источник по Моретти – это, конечно, ну, сам образ такого самостоятельного человека, которому подражать невозможно, типа Робинзона Круза или Дон Кихота. Проделать его путь невозможно, как бы полюбоваться им как романного письма, что вот так можно быть самостоятельным, можно идти наперекор обстоятельств, можно выстраивать свою личность особым образом, не завися от родственников, знакомых, от всех советов, которые сами дают. Вот это по Моретти и оказывается главной задачей, по сути дела, романа. То есть он показывает, хотя он мало ссылается на теоретиков, как устроен буржуазный роман. Также, конечно, он дальше, Ролан Барт пишет и о поэтическом письме, и здесь нужно понять, что действительно поэзия по французской традиции, она связана с классицизмом, которая, значит, именно потому, что это некоторый такой вот как бы иноязык. Всякая поэзия при классицизме оказывалась аналогом некой виртуальной прозы, то есть некого прямого высказывания обо всём, что такое открыть окно, что такое, я не знаю, ощутить любовь. И что в конечном счёте современная поэзия, она демонтировала эти структуры, потому что она стала претендовать на то, чтобы перемонтировать структуру языка. Ну, как у Рэмбоа обычно вспоминают неправильное употребление . То есть не я есть, а я он, который есть. Когда ты явно превращаешь в он, и тем самым как бы передаёшь вот это, что поэзия, она не является заявлением от первого лица, что поэзия отличается от прозы тем, что она спокойно ходит по лицам и, соответственно, освобождает нас от привычных ключей, от привычных социальных ролей. То есть поэзия, например, Рэмбоа, поэзия абсурдистов, а у нас там Хлебникова или Хармса – это вот такой гостритинг как бы внутри нормативного языка. Это такой способ вот вдруг сказать, что на самом деле и как бы те клища, внутри которых я ориентируюсь в мире, не совсем не то, что именно здесь происходит. Вторая часть книги, она посвящена триумфу и краху буржуазного письма. Так как времени у нас осталось немного, то я, соответственно, просто обращу внимание на несколько пунктов. Прежде всего на утверждение Барта, что революция не вносила никаких перемен на буржуазное письмо, то есть некоторое производство буржуазной идентичности. И кризисным оказалось только вот середина XIX века, а именно когда произошло окончательное такое разбытие сословной структуры общества. Потому что революция имела в виду исключительно функциональное письмо, поддерживающее свое существование, такое риторическое письмо. А вот письмо такое научное, демографическое, которое описывает тему, проблемы и конфликты, которые на самом деле происходят, это все как раз письмо раздвоенности, это то, что он называет трагедией литературы. Ну, у нас можно вспомнить в России, допустим, фактически, письмо разночинцев, социально ангажированное письмо, оно тоже имело в виду вот такое размывание социальных групп, размывание стилей, и то, что, по сути дела, значит, вот, ты постоянно глядишь на себя со стороны. Ты уже превращаешься быть ритором, каким был буржуазный писатель, вроде Дюма, который являлся единственным судьей, как пишут, варк всех человеческих умений. То есть, кому погибнуть, кому быть. То есть, фактически, определял какие-то идеи своих читателей, в зависимости от того, что правильно, а что неправильно. А, конечно, такой разночинный писатель, такой писатель-предабсурдист, первым он Флабера считает такого вученика стиля. Этот писатель, постоянно смотрящий на себя со стороны, постоянно, так сказать, выясняющий, вообще, как бы, работает ли та идеология, которая есть в письме или нет. Ну, как-то, как госпожа Бавари построила, что, по сути дела, речь идет о героине, которая постоянно выстраивает себя по текстам, по романам. Ну, в общем, потом этот тот, но где повторялся, начиная с Анны Карениной, что она выстраивает себя исключительно по текстам, тем не менее, писатель с самого начала смотрит на нее отрешил стране, с помощью определенных систем остранения, что ее позиция никогда заведомо не будет правдой, что это заведомо трагический персонаж. Само письмо, оказывается, подвергнет критике. И вот, допустим, если критику это вводить с самого начала, то есть показывает ложность любых таких вот литературных клише, это и будет такая вот нулевая степень письма. У нас очень трудно найти писателя с нулевой степень письма, потому что, например, Андрей Платонов, он в чем-то, конечно, такая нулевая степень письма, действительно, потому что он на все идеологии смотрит из своего угла, и с ужасом, а не с восхищением. Но, с другой стороны, он продолжается вполне революционным, того, что Барт называл революционным письмом, постоянно инфлирующим, то есть таким патентичным, то есть просто это письмо внутри него работает и себя деконструирует. Может быть, Шаламов всталевает степень письма. Вот. Такой чистый ужас. Но, как бы, трудно подобрать, потому что все-таки Барт имеет в виду специфическое развитие французской литературы. Например, вот этот флаберовский вопрос, в какой мере там письмо, в какой мере то, что пишется, может вы, может, может работать. А когда он работает? В общем-то, русская разночильная литература, она тоже постоянно ставила этот вопрос, когда текст работает. Ну, вспомним, там, рассказ Глеба Успенского «Выпрямила», где этот несчастный учитель посмотрел на статую античную, почувствовал достоинство, а потом второй раз не поехал, чтобы не превращать это в китч какой-то там, в какую-то штамп, а просто повесил репродукцию, то есть уже фактически стал, превратил это в стиль. То есть превратил это из события в стиль. То есть показывается сознательная работа с тем, что Барт называет стильным, что некоторые работают над своим телом. Вот, и в этом смысле это как раз очень соответствует вот этому дальше стилю, как ремесло, письмо о революции, вот этим финальным параграфом, где как раз говорится о постоянной такой десакрализации письма и заканчивается все письмом как социальной речи. Ну, потому что здесь ставится простой вопрос и, в общем-то, о социальной речи, о том, что, в общем-то, любой читатель сейчас считает, что он читает все остальные. Вот это вот известная социальная иллюзия всех. Я всех сегодня встретил на работе. Я встретил, извините, не всю Москву. Или там вся Москва собралась в Большом театре, где собралась небольшая группа. И вот, соответственно, он ставит вопрос о том, как, возможно, если все считают, что мы можем читать одновременно и Андреа Жиги, и кино, и так далее, и на одной полке у нас стоит Харус, Платонов, Венгель, Шаванов, Сатаницын и все прочее. И все это у нас чтение. Соответственно, каким образом возможно вот это появление некоторого нового гуманизма, когда на смену всеобщему подозрению нависшему над языком в современной литературе придет примирение слова писателя со словом всех остальных людей. Подвожу итоги, что, несмотря на то, что вроде бы эта книга Баха посвящена не строго социолингвистическим вопросам, она очень хорошо показывает, как работает социолингвистика. Что, во-первых, как различаются границы между теми, кто признает свою компетенцию, например, считает себя читателем романов, и теми, кто действительно движим этим чтением. Как эти границы переопределяются. Далее, как социальные практики в какой мере они ускоряются языком или письмом, или тем употреблением. Как возможна критика этих практик. То есть мы в результате вспоминали с вами много кого, включая Горфинкеля, включая Удье, где мы действительно говорили о том, как сложно могут быть устроены конфигурации полей. И это как раз пример, что Барт показывает, что ставить вопрос не о том, допустим, где литературная норма, а где жарбук, где нормативный социальный язык, где исключение. Потому что он показывает, что всякая нормативность – это тоже некая функция, это тоже некоторое устремление, а вовсе не какой-то само собой разумеющийся норм. Что нормативность – это тоже определенная конструкция, на которую мы тоже можем посмотреть извне. Роман нам в этом помогает. Спасибо. Продолжение следует...